Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Римлянам 12, 11 стих. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте». Это слово значит «быть горячим и кипеть». В расширенном переводе сказано «никогда не ослабевайте в рвении». Посмотрите, не ослабевайте, не отставайте в рвении, никогда не плетитесь позади, никогда не позвольте своему рвению быть слабее, чем у кого-то. Никогда не ослабевайте в рвении и искреннем усердии пылайте. «И горите духом, служа Господу. Тот, кто полон слова и духа, будет пылать и гореть духом». Чтобы пламенеть, вам нужно быть полными слова и полными духа. Мы уже говорили, что точно так же, как ваша температура тела является показателем вашего здоровья, так ваша духовная температура является показателем вашего духовного здоровья. И Бог от нас ожидает, что мы будем горячими, а не теплыми. Иисус сказал «Я выплюну вас из уст моих, если вы будете теплыми». Я не хочу, чтобы вы были холодными или теплыми. Я хочу, чтобы вы были горячими, потому что это показатель вашего духовного здоровья. Что же может понизить нашу духовную температуру? Мы хотим держаться от этого подальше, так? Неправильные отношения понизят вашу духовную температуру. Я особенно обращаюсь к молодым людям, которые подумывают о браке и двигаются в этом направлении. Может, вы еще только начинаете встречаться. Если тот, с кем вы встречаетесь или находитесь в отношениях, не делает вас горячее в духе, угадайте с трех раз, что будет. Этот человек понизит вашу духовную температуру. Неправильные отношения. Далее. Просто общение с людьми, которые не горячи для Бога. Общение с ними понижает духовную температуру. Вы уходите выжитыми. Из вас будто что-то высосали. С вами так бывало? Вы уходите откуда-то и говорите, «Я выжит». Вам разбередили эмоции, затащили вас на арену ума и тому подобное. Если вы хотите быть человеком, полным Слова, полным Духа, пламенным в служении Господу, вам нельзя быть с теплыми людьми. Общайтесь с людьми заинтересованными. Заинтересованными в Божьих вещах. Людьми, простирающимися вперед, разводящими духовные костры в своей жизни. Людьми, стремящимися к пламенности. Правильные люди усилят ваш духовный пыл. Если ваше общение с Богом охладевает, вы находитесь в неправильных отношениях. Если от нахождения рядом с определенными людьми ваше духовное общение с Богом охладело, задумайтесь о своем духовном здоровье. Что еще понижает духовную температуру? Так что вы уже не горячи и не пламены для Бога. Посещение неправильных мест. Знаете, что происходит в неправильных местах? Неправильные вещи. Будете ходить в неправильные места, общаться с неправильными людьми, и с вами начнут происходить неправильные вещи. Люди говорят, я не понимаю, почему это случилось. Бывало, люди садились в машину и ехали не с теми людьми, и попадали в аварию и погибали. Неправильная машина, неправильные люди произошли неправильные вещи. Почему Бог это допустил? Бог этого не допускал. Когда идете не туда, происходит что-то не то. Аминь. Опасно ходить в неправильные места, где происходят неправильные вещи, потому что неправильные вещи начнут происходить с вашим домом, вашим браком, вашим здоровьем, вашим умом. Аминь. Неправильные места понизят вашу духовную пламенность. Еще духовную температуру понижает чрезмерное количество отдыха. Слишком много отдыха. Да, Бог предопределил нам иметь время для общения и отдыха, но излишний, чрезмерный отдых начнет вредить вашей духовной жизни. Отдых хорош, когда все сбалансировано, но если каждую неделю вы просто как-то дотягиваете до выходных, чтобы семьей потусить и поразвлекаться, вы учите своих детей развлечением, а не слову. Так много христианских семей научилась хорошо проводить время в отдыхе, но не в слове. Люди мне говорили, мы не придем на это церковное мероприятие, потому что у нас время с семьей. Ваше время с семьей должно быть вокруг слова. Ваше время с семьей должно быть вокруг поместной церкви. Люди, говорящие так, идут вместе в кино. Нет ничего плохого в том, чтобы сходить в кино, если фильм подобающий. Но для них время с семьей – это занятие земными вещами. И нормально заниматься земными вещами. Но никогда не считайте, что духовные вещи – это не время с семьей. Это высочайшее время провождения с семьей, служить Господу вместе. Аминь. Как я говорила, отдыхать хорошо. Хорошо расслабиться, пойти куда-то, где вас не обременяют повседневные обязанности, но не для того, чтобы охладеть. И если вы охладеваете во время отдыха, вы неправильно отдыхаете. Ну, слава Господу. Далее. Слишком много работая по своей профессии, вы тоже можете понизить свою духовную температуру. У вас нет времени для Бога, потому что ваша профессия всецело вами завладела. Она поглощает всю вашу силу, всю вашу энергию. У Смита Вигглсворта был свой бизнес. Как вы знаете, это был английский проповедник с феноменальным служением исцеления, муж веры. И в молодости ему принадлежала собственная водопроводная компания. Он был настолько занят, что перестал посещать собственную церковь. Его жена была пастором. Когда вы не посещаете даже церковь собственного супруга супруги, это явный показатель, что что-то тут не так. Но он был настолько поглощен в своей профессии, что отступил. И дошло до того, что его жена была пастором церкви, а он и ей запрещал идти в церковь. Это уже никакая не теплота. Это уже холод. Настоящий холод. Он отступил. И чрезмерная работа по профессии чуть было не стоила ему спасения. Позвольте сказать, даже если вы находитесь в служении на полное время, вы можете быть чрезмерно поглощены делами служения, пренебречь его духовной стороной и стать теплыми. Вы можете потерять свое рвение и пламенность, потому что любые дела могут стать профессией, обворовывающей вашу духовную жизнь и вашу духовную температуру. И не думайте, что просто потому, что это дела служения, ваше общение с Богом горячо. Не путайте эти понятия. Дела служения не равносильны рвению в духовном общении с Богом. Слава Господу! Дьявол с удовольствием бы настолько умножил ваш бизнес и финансы, чтобы у вас не осталось времени заниматься духовной жизнью. Дьявол даст вам достаточно преуспеть, чтобы украсть у вас лучшее. А люди думают, что они по-настоящему процветают, тогда как дьявол обворовывает их духовную жизнь, обогащая земную. Богатая земная жизнь безопасна только, если вы духовно горячи. Люди хотят быть финансово богатыми, желают роста бизнеса, процветания бизнеса, но если бы Бог дал им это при теплоте, Он потакал бы тому, что не в порядке. Хотите, чтобы ваш бизнес рос? Станьте горячими, станьте горячими. Это духовная температура, которую благословляет Бог. Потому что Он знает, если вы не горячи духовно, финансовый рост для вас небезопасен. Для вас небезопасен рост бизнеса, потому что вы потеряете ориентиры. Аминь. Дальше. И это близко к теме отдыха. Участие в мирских удовольствиях. Неправильные фильмы. Неправильные веб-сайты. Неправильные вещи на экране вашего компьютера. Они улетучат ваш духовный пыл в момент. Как насчет видеоигр? И, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Детям можно поиграть в видеоигры. Но я видела, как взрослые мужчины часами играют в видеоигры, разменивая свою судьбу на видеоигру, продавая свою судьбу. За мирские удовольствия, которые просто обворовывают и обворовывают вас. Помните, Павел писал, «Когда я был младенцем, то по-младенчески и поступал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Некоторым людям в теле Христа, я говорю о взрослых людях, уже не подростках, нужно оставить подобные вещи. Или заниматься ими очень ограниченно, четко установив ограничения. Потому что мы живем в обществе, где взрослые мужчины часами сидят, тогда как им следовало бы работать, питать свою духовную жизнь, а они сидят за видеоигрой. Потому что они выросли с игровой приставкой в руках. И это уже привычка. Вам можно брать в руки приставку на пару минут, только если вы уже горячи. Но если вы не горячи, отложите ее и станьте горячими. И я не говорю, что вам нельзя наслаждаться подобными вещами. Я говорю, что в нашем обществе многие люди предаются излишествам. И если взрослый мужчина час, два, сидит и играет, он продает свое будущее. Он продает свою судьбу. И вам нужно когда-то отложить это в сторону. Это может быть ваш телефон. Это может быть iPad или что-то в этом роде. Я скажу так. Этому поколению приходится справляться с тем, с чем предыдущие не сталкивались. В каждом поколении, в каждом возрасте есть свои вещи, которые пытаются вас обокрасть. И уж лучше вам господствовать над ними, чтобы они не господствовали над вами. Все подобное понижает духовную температуру. Еще духовный пыл может уменьшиться просто от того, что вы не проводите время в слове. Если вы не проводите достаточно времени в слове и в молитве, не проводите достаточно времени, молясь в Духе Святом. И еще, если вы пренебрегаете своей поместной церковью, пренебрегаете служениями, вместо этого занимаясь чем-то другим, тогда как у вас есть возможность делать что-то со своей церковной семьей. Аминь. И, знайте, посещение церкви не заменит ежедневное хождение с Богом. Не заменит. Оно усилит ваше хождение с Богом, но не заменит. Аминь. Что же повышает наше духовное рвение? Ну, во-первых, питание словом. Проведение времени в молитве с Богом, конечно, общение с Богом. Говорение на языках. Иуда говорит так. «Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Когда вы молитесь Духом Святым, вы назидаете себя, строите себя, разжигаете, разжигаете тот огонь, что внутри вас. Дальше. Конечно, активность в своей поместной церкви. Она способствует вашей духовной температуре, так как вы находитесь рядом с людьми, которые заинтересованы в том же, что и вы. Людей в продуктовом магазине не интересует ваша духовная температура. Людей в торговом центре не интересует ваша духовная температура. Церковь – единственное место на Земле, где людей интересует ваша духовная температура. и ваша духовная температура будет расти через правильное общение. Это важно. Как и следующий пункт – посещение церковных служений и безраздельное внимание, полное присутствие, всецелая отдача. Далее, правильный круг общения, правильные отношения усилят ваше духовное рвение. В жизни нужно выбирать людей, рядом с которыми вы разгораетесь. Они побуждают вас желать больше Бога. Ищите таких людей. Ищите таких людей. Каким образом Елисей получил дух вдвойне? Не оставлял человека, у которого он был. Отделяя себя от людей, у которых он есть, вы не можете его иметь. Если вы оставите людей, у которых он есть, у вас его не будет. Будьте рядом с людьми, у которых он есть. И заплатите любую цену, которую потребуется, чтобы быть рядом с ними. Если это будет стоить вам денег – пускай. Если это будет стоить вам чего-то еще – пускай. Мы с мужем тратили тысячи долларов, чтобы посещать собрание Папы Хеггена, потому что мы хотели то, что у него было. Найдите людей, у которых есть то, что вы хотите, и заплатите цену, чтобы быть рядом с ними. Я не говорю стать их приятелями. Это не всегда возможно. Но находитесь поблизости. Слушайте, питайтесь, находитесь рядом. Аминь. Откройте со мной двенадцатую главу Марка. Марка 12, 30. Марка 12, 30. Иисус сказал, «И возлюби Господа Бога твоего». Послушайте, «всем сердцем твоим». То есть, ваше сердце не разделено. Когда половина сердца рвется в одном направлении, а половина в другом. Вы отданы безраздельно. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». Что такое душа? Ваш ум, воля, эмоции. В своих мыслях вы поглощены Богом и Его путями. «Возлюби Его всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Посмотрите, «и всею крепостью твоею». А, речь идет о вашем теле. На протяжении многих лет я так часто слышала, как люди говорят, «После работы я слишком устаю, чтобы еще что-то делать». Ну, я понимаю, что вам нужно работать. Работать надо. Но вся ваша сила не должна уходить только на вашу профессию. Бог претендует на вашу силу. Не растратьте всю свою силу на что-то, что не поддерживает вас огонь. Как насчет того, чтобы поклоняться Богу своей крепостью, а не держаться за стул перед собой и просто стоять на поклонении, не тратя на это никаких сил? Иисус сказал нам любить Его всей крепостью. Мы поднимаем руки, возвышаем голос, понимаете? А не вяло стоим, просто оставляя вмятину в ковре. Итак, из слов Иисуса мы видим, что нам нужно отдаться всецело, сердцем, душою, умом, силой, не удерживая ничего из своего естества. Не удерживая ничего из своего естества. Мы отданы Ему всем своим естеством. Пламенность требует всего вашего естества. Если вы не вкладываете свою силу, вы не пламены. Если ваш ум беспокоится, вы не пламены, потому что Богу должен принадлежать весь ваш ум. И если им завладело беспокойство, значит, вы поклоняетесь не всем умом. Если вас мучает страх, эту часть Бог не получает. Эта часть вашего естества и вашего внимания сосредоточена на страхе, а значит, не на Боге. И неудивительно, что вам трудно, потому что Ему должно принадлежать все. Аминь. Полностью отданные люди пламены. Ничто в нашем естестве не должно быть оставлено про запас или удержано. Когда Он говорит любить Его всем сердцем, всей душой, всем умом, всей силой, это значит, что нет места половинчатости. Поэтому так много христиан чего-то не получают. Они живут половинчато, в полсердца. Нужна полная отдача. Только так можно что-то получить. Вам нужно всецело быть здесь и сейчас. В церкви должно присутствовать все ваше естество без отвлечений. А потом люди удивляются, что уходят со служения такими же, как пришли. Все дело в том, что вы делали со своим естеством на этом служении. Было ли там все ваше сердце? Была ли задействована ваша душа? Был ли вовлечен ваш ум? Участвовала ли ваша сила в этом служении? Аминь. Слава Господу! Откройте со мной 2 Тимофею 2 главу. 2 Тимофею 2 глава. Павел пишет Тимофею, молодому служителю, и он говорит ему 2 Тимофею 2, 3. Итак, «Переноси страдания». Посмотрите, как добрый воин Иисуса Христа. Не просто переноси трудности, переноси их как хороший солдат. И плохие солдаты могут переносить трудности, но они переносят их совсем по-другому, чем хорошие солдаты. Плохой солдат все время жалуется, исполняя поручения, но не хороший. Хороший солдат рад выполнять поручения своего командира. Он хорошо умеет слушать, хорошо умеет следовать указаниям. Из его уст звучат хорошие слова. Он не жалуется на поручения командира за его спиной. Аминь. Трудные обстоятельства будут, но хороший солдат переносит их с пламенностью. Нужна пламенность, чтобы пройти трудности. Чтобы перенести трудности, требуется пламенность. Вот почему некоторые люди хоть и проходят трудности, но делают это неумело. Они не то что выходят, а еле-еле выползают из этих ситуаций. Выйдя, они выглядят так, словно их танком переехало. Они совершенно потрепаны. Но когда вы пламены, вы прорываетесь сквозь все взрывной волной. Когда мой муж ушел домой к Господу, поймите, это была величайшая трагедия в моей жизни. Но это не было величайшей трудностью, с которой я столкнулась. Почему? Потому что я знала Слово и пламенно жила им. И это позволило мне взять верх. Пламенность трудное делает легким. Если у вас автомобиль с мощным двигателем, и вы подъезжаете на нем к подножью холма, он не может дождаться, чтобы рвануть на холм, потому что тогда он сможет показать, на что способен. Но если у вас пыхтелка со слабеньким моторчиком, и она начнет взбираться на холм, джин-джин-джин, может, она и доберется до верха, но вряд ли это будет примером для других. Те, у кого есть внедорожники, на самом деле съезжают с дороги, въезжают на холмы, на склоны гор, потому что хотят показать, на что способен этот зверь. Так? Они наслаждаются его мощью. Вот что такое рвение. Это мощь, дающая вам рывок. Вы сгораете от нетерпения. Когда вы видите какой-то холм, гору, что-то, что встает у вас на пути, вы не сидите у подножия и не плачете, пытаясь найти обходной путь. Вы ждете, не дождетесь, чтобы рвануть вверх, потому что пламенность вас просто перебросит через эту гору. Пламенность дает вам взять вверх, она делает трудное легким. Если вы волнуетесь и терзаетесь по какому-то поводу, вам нужно усилить свою духовную пламенность. Аминь. Аллилуйя. Служителю, у которого самая большая церковь в мире, как-то задали вопрос. А вы представляете, насколько за ним следит царство дьявола? Он мишень для бесов. И вот его спросили, у вас наверняка много трудностей и вызовов. Он ответил, наверное, я просто не замечаю. Вот почему он на вершине. Потому что он не замечает. Потому что духовное рвение постоянно двигает его над всем этим вперед. Он не борется, чтобы пройти это. Что-то есть в его духовном двигателе. В его духе. Аминь. Огонь горит в его двигателе. Аминь. И позвольте вам сказать, если вы духом пламенеете, вы счастливы. Вы радостны. Ваше сердце поет. Что бы ни происходило. Ваше сердце поет. Аминь. Слава Господу. Морган уже во время пожертвований говорила, вера называет несуществующее, как существующее. Речь об Аврааме. Вера называет. Позвольте сказать вам, почему у некоторых людей это называние не работает. В нем нет пламенности. Они называют в полсердца. Они называют, будучи пустыми. Нужно быть полными. Наполнитесь, и ваши провозглашения будут работать. И еще скажу. Провозглашения способствуют духовной пламенности. Увеличивают духовную пламенность. Увеличивают. Аминь. Итак, если мы хотим переправиться на другую сторону, нам нужно провозглашать, будучи наполненными и пламенными. Вот что принесет ответы, о которых вы верите в вашу жизнь. Когда вы будете называть их пламенно, а не в полсердца, из чувства долга ради галочки. Слава Господу. Помните, что Павел сказал Тимофею? Возгревай дар, который внутри тебя. А в расширенном переводе, вот почему я хотел бы напомнить тебе возгревать благодатный дар Божий, разжигать угольки, раздувать пламя и поддерживать горение того внутреннего огня, который в тебе. Не это ли пламенность? Вот что такое рвение. Это кипение через край. Аминь. Итак, пламенность нужно возгревать. Слово говорит нам о пламенной любви к Богу. Слово говорит нам пламенно поклоняться Богу. Оно говорит нам пламенеть в молитвенной жизни, молясь друг за друга. Оно говорит нам пламенно любить других людей. Оно говорит нам пламенеть в служении друг другу. Оно говорит быть пламенными в служении Слова. Оно говорит пламенеть служа Богу. И я хочу прочитать вам несколько переводов Римлянам 12.11. Расширенный перевод. «Никогда не ослабевайте в рвении и искреннем усердии, пылайте и горите духом, служа Господу». Перевод издательства Лексхэм. «Не ослабевай в усердии, будучи полны энтузиазма в духе, служа Господу». Перевод «Годс Ворд». «Не ленитесь проявлять посвящение». Используйте свою энергию, чтобы служить Господу. Речь о духовной энергии, которая выльется и в физическую энергию. Перевод «Гуд Ньюз Транслейшн». «Трудитесь усердно и не ленитесь, служите Господу с сердцем полным посвящения». Перевод «Каммон Инглиш Байбл». «Не стесняйтесь проявлять энтузиазм, горите в духе, служа Господу». Перевод «Нью Ливинг Транслейшн». «Никогда не ленитесь, но усердно трудитесь и служите Господу с энтузиазмом». Новая международная версия. «Никогда да не будет у вас недостатка в рвении, но сохраняйте духовный пыл, служа Господу». Перевод «Нью Интернешнл Ридерс Вержин». «Никогда не позволяйте огню в вашем сердце погаснуть. Храните его, служите Господу». Перевод «Нью Сенчери Вержин». «Не ленитесь, но усердно трудитесь, служа Господу всем сердцем». И Дейк в своих комментариях к Библии пишет «Поддерживайте рвение в кипящем состоянии». Аминь. Аллилуйя. В жизни ничто не поможет вам так, как пламенность и духовное рвение к Богу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна. Субтитры создавал DimaTorzok